Девушки отдыхают Композитор Лоран Жуе Продюсер Эрис Бюше Они приехали из Лиссабона, нельзя оставить их ни с чем Нам надо начать хотя бы с полудня Будем разумными, господин прокурор Простите, господа, но сегодня Ракомадур не паломнический для туристов Это место преступления Простите Капитан Лакас, рад вас видеть Прошу за мной Вы знаете, что я выхожу на пенсию? Такая молодая, какой скандал Привилегия военных Поставите эффектную точку Могли бы дать моему сменщику начать эффектно Он рвется в бой Пусть покажет себе Потому что ваш опыт здесь нужнее всего, капитан? Ваш сменщик умен, но у него пока еще не тот уровень и опыт работы Три дня Потом я уеду, раскрыто дело или нет Вы знаете дорогу Капитан Как жаль, что вас заставили сюда приехать Не так жаль, как мне, поверьте, капитан Займитесь отцом Буске Работа не отпускает Как видишь, Мартен Я говорил прокурору, что мне не нужна помощь Но он не хотел ничего слушать Привыкайте, он всегда такой Что здесь? Сегодня около четверти восьмого Отец Буске, вы его знаете Нашел труп Видимо, паломничество, как в средние века Когда церковь заставляла заключенных Подняться по лестнице на коленях Да, спасибо 216 ступеней Крепкие были мужики Я думал, ты уже собираешься на юг Я еще надеюсь Отчего он умер? Сердечный приступ Может, из-за напряжения и боли Вряд ли приятный подъем Опрос соседей ничего не дал Никто ничего не видел и не слышал А это что? Без понятия Отправили в лабораторию Хорошо Разрешите? Пожалуйста Дальше я, спасибо Да, капитан Софи Лакас Здравствуйте Доброе утро, отец Можно задать пару вопросов? Да, конечно Может ли быть, чтобы жертва Сама решила совершить подъем? Ни в коем случае Он атеист Отец Буске знаком с жертвой Жульен Крузье Он держал отель Как вы познакомились? Валерия, его бывшая жена Верующая Когда они были вместе Он провожал ее на мессу Но никогда не оставался У них хорошее отношение После расставания? Спокойное Ради дочери Бедная девочка Спасибо, отец Слушайте Я предложил сходить к Валерии И сообщить ей Но ваши коллеги Хотят сделать это сами Так будет лучше Так принято Она работает в пещерах Пардиак Я вас отвезу Поедем на моей машине Я не хочу попасть в аварию За три дня до пенсии Здравствуйте А что у вас? Дела на юге? Ремонтируем отель Хотим открыться весной Мило Необходимо, капитан Когда замаячат пенсии, поймете Проблема? Проблема? Я потомок северных шахтеров И... Клаустрофоб? Я справлюсь Понимаю Моя дочь тоже Школа обрушилась, когда она была маленькая Три часа сидела под обломками Это в королюняке? Чудо Ни одна жертва И все дети вышли невредимые Вы хорошо подготовились Вы как? Нормально Это большая пещера Ее высота превышает 76 метров Отсюда открывается вид на так называемую стопу тарелок Капли падают с высоты с такой скоростью, что удар оказывается сильный и разбивает известняк Так получается плоская, округлая форма Что ж Экскурсия закончена Выход по этой дороге Спасибо Спасибо До свидания Всего доброго Валерия Верди Добрый день Добрый день, капитан Дель Круа, капитан Лакас Давайте поговорим, где можно уединиться Лучше снаружи Да, конечно Прошу Не может быть Кто это сделал? Это мы и хотим знать Как думаете, что могло случиться? О, боже, Клоэ Вы знаете, где она? Моя дочь В эти выходные она была с ним Я должна была забрать вечером У нее есть сотовый? Конечно нет, ей 8 лет Может, она у соседей? Надо подняться, здесь не ловит Работай К вашему мужу отправили полицию Позвоним, когда поднимемся Будут новости, звоните Я на вас рассчитываю Спасибо Никто не знает, где она Мы обзваниваем больницы и другие участки жандармерии Господи, Клоэ В доме Жульяны ее нет Послушайте Мадам Верди Пока мы не знаем, что случилось Надо считать, что у нее все хорошо Она ждет, что мы приедем за ней Понимаете? Мы должны в первую очередь считать Что ее исчезновение связано с убийством мужа Раскроем убийство Тогда найдем дочь Понимаете? Да, я понимаю Вы знаете, кто мог это сделать? Конкурент? Работник отеля, с которым были конфликты? Нет, никого У него не было проблем, кроме здоровья А что со здоровьем? Рак легких Но три недели назад выяснили, что опухоль исчезла На осмотре не нашли и ни следа Чудо А сегодня его убили Бессмыслица Кто-то мог обидеться, что с ним произошло чудо Ведь он был атеистом Его вынудили совершить благодарственное паломничество Простите Дель Кроа? Как можно заставить? Что? Ваш бывший муж жив Как вы заметили? Когда тело перевозили, фельдшеры услышали шум в конце фургона Открыли мешок и нашли кразье, живого и в дикой панике Ты ошибся? Такое уже бывало в истории медицины? Я уверен, что не ошибся Парастезия, атаксия, дисфагия, брадикардия, остыния Простите Простыми словами Он жив, но нервная система сильно пострадала Что вызвало повреждения? Выясняем Мы сотрудничаем Можно с ним поговорить? Пока нет, он слишком слаб Исчезла моя дочь Только он знает, где она Нам нужно поговорить с ним как можно скорее Несколько минут И еще, из-за дисфагии у него дисфония Ему тяжело говорить Ясно, спасибо Я не помню Как будто вспышки И что в этих вспышках? Черный силуэт Черный Бросил мне в лицо порошок Клоэ Он ее тоже обсыпал? Не думаю Как это не думаю? Я не помню Вы отправились в паломничество, чтобы он не украл вашу дочь? Я бы никогда Где она сейчас? Без понятия Как она одета? Серые брюки, красное пальто, свитер с цветами Розы Много роз Вспомните, когда видели напавшего Где и когда это было? Сплошная путаница Постарайтесь вспомнить, что было вчера Вы встали Позавтракали с дочкой Клоэ Мы поехали на Орлиные скалы Местная достопримечательность Она давно туда просилась Дорогу перегородила машина Я подумал, что она сломалась Видели лицо водителя? Он наклонился над мотором Я подошел На нем была маска Опишите ее Металлическая Типа намордника Он бросился на меня Бросил шифон на лицо Дальше ничего не помню Помните машину? Всем постам джип хаки или оливковый Такие редкость Держите в курсе Спасибо Что? Как он? Он знает, где Клоэ? Нет, не знает Лоха помнит Он поправится, что говорят Последствий не будет Здравствуйте Я капитан Лакас Веду дело вместе с капитаном Дель Кроа Жерар Кразье, моя жена Эдит Жульен, наш сын Я вас знаю, вы мэр Карлюньяка Был когда-то У вас есть сведения о девочке? Ее активно ищут Мой коллега говорит с прокурором Вы знаете, у вашего сына есть враги? Жульен очень дружелюбный Откуда? У него нет врагов, насколько мы знаем Но мы Успешная семья Несколько отелей в регионе Вы знаете, стоит получить должность Или добиться успеха Понимаю Медэксперт уверен, что не ошибся Нет Какое-то отравление Я уже вел несколько дел Не как глава бригады Да Да Рассчитывайте на меня, господин прокурор Капитан, все хорошо? Все хорошо, капитан Мадам Вердье прислала мне фото Клоэ Я разослала постам и поисковикам Ее найдут Надеюсь Вам звонят Спасибо Лакас? Уже? Нашли машину, похожую на ту, что описал Кразье Упала в Дардонь Где? Ясно, едем Издавна Ракамадур славился чудесами и тайнами Сегодня снова произошло чудо Утром его считали погибшим при странных обстоятельствах А днем Жюльен Кразье воскрес Да, я сказала воскрес С нами мэр Ракамадура, месье Куртуа Что вы скажете об этом невероятном событии? Можно сказать о чуде? Я поражен Но мы помним, что Ракамадур – уникальное духовное место Недаром он был важным паломническим центром несколько тысячелетий Не верите в чудеса? Не в полицейском расследовании А в жизни? Истинное чудо? Вмешательство бородатого старика? Нет Это не слишком разумно А вы верующая? Мне случалось молиться Помогало? Иногда Лейтенант Фуша Лакас Что у вас? Течение сильное, но машину сейчас достанут из воды Вы уже выяснили, что могло произойти? Неудачный поворот при подъеме на гору Пролетели метров пятнадцать и рухнули в воду Почему машина сошла с дороги? Не знаю, экспертиза покажет Но это не первое падение на этом повороте Да, понимаю, тут уже погибали При такой высоте нет шансов спастись Дайверы видели, что внутри? Когда цепляли цепи, видели труп водителя А другие пассажиры? Пока неизвестно Кого вы ищете? Исчезла девочка Водитель машины – возможный похититель Будем молиться, что ее не было в машине в момент падения ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это игрушка с фото Клоя Открываем? Давайте ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Похоже, это похититель Франсуа Торель, дом 14, Рюэглис, Карлюньяк Карлюньяк Здравствуйте Капитан Элла Касси и Дель Кроа, жандармире Что случилось? Мы хотим с вами поговорить, можно выйти? Да, конечно Но... Куда он пошел? Не волнуйтесь, мадам Я не понимаю, в чем проблема Мадам Торель, давайте мы с вами где-нибудь посидим Прошу вас Если хотите Спасибо Садитесь, мадам, пожалуйста Вы замужем за Франсуа Торелем? Тридцать семь лет Что-то случилось? Боюсь, мы принесли плохие новости Ваш муж попал в аварию Машина сошла с дороги и упала в Дордонь Он не выжил Дель Кроа, принесите нам воды, пожалуйста Сию минуту, капитан Мадам, кому мы можем позвонить, чтобы вы не были сейчас одна? Родственник или друг? Я позвоню сестре, когда вы уйдете Она живет рядом Я понимаю, что вам трудно, но мы должны задать пару вопросов Когда вы видели мужа в последний раз? Утром Слышала, как он собирался в клуб воздухоплавания Только слышали? Да, мы спим в разных комнатах Но когда он цепляет прицеп, ужасно гремит Почему вы спрашиваете? Что он делает? Что он делает? Вероятно, ваш муж совершил нападение и похищение Что? Пропала девочка, Клоэ Кразье Думаете, она здесь? Ерунда какая Ее здесь нет Откуда фотографии детей в кабинете? Они здесь жили Мы лет 15 были приемной семьей Почему перестали? Костыли 16 лет назад Авария Муж был за рулем Он никому не причинил вреда Поверьте Вам нужен другой человек Могли бы быть поделикатнее Ей только что сообщили о смерти мужа Которого подозревают в попытке убийства и похищения ребенка Значит, что она сообщница Я надеялся найти девочку Дель Круа Сохраняйте хладнокровие даже под давлением прокурора Прокурор меня не беспокоит И я умею справляться с давлением Спасибо Вам спасибо, капитан Не знаю, может быть Он был в маске Кто это? Франсуа Торель Знакомое имя? Нет А вы его знаете? Впервые вижу Вы, мадам? Нет Нет, не думаю Не думаете? Когда был мэром, меня со всеми знакомили Так что, может быть Но я не помню Это он украл Клоя? В машине нашли ее игрушку Разрешите? Прошли считанные часы И вот второе божественное вмешательство После воскрешения жертвы Убийца уже заплатил жизнью Рядом со мной отец Буске Аббат Ракамадура Два чуда в один день Такое бывало? Прежде всего, авария О которой вы говорите Не может считаться чудом Чудо Всегда событие позитивное В таком случае кара? Или истечение обстоятельств Мужчина вернулся из царства мертвых Это уж точно чудо В прошлый раз так было Две тысячи лет назад И тогда изменился ход истории Осталось доказать, что воскрешение Итог божественного деяния Церковь никогда не бросается Словом «чудо» Сначала проводится следствие Для верующего Вы большой скептик, отец мой Знаете, что я назову чудом? Если Клоэ и Акрузи Найдут живое и невредимое Как можно скорее Отвезти вас домой? Нет, я в жандармерию Трудно расслабиться Когда ребенка не нашли, но... Вы знаете, что шанс выше всего В первые сорок восемь часов Не вкладывайте в дело душу, капитан Вы видели, сколько пропавших Указано в списке жандармерии Никогда не знаешь, кого найдут А кто будет преследовать вас всю жизнь Валерия, вы не хотите ночевать у нас? Не сегодня Вдруг похититель позвонит на домашней Или она сбежит Если вернется... Хотите, я останусь с вами? Ее найдут? Обязательно найдут Обязательно Я уже начал волноваться Жуткий день Куча работы Было время посмотреть эскизы? Нет, посмотрю попозже София, я знаю этот взгляд Какой? Я знаю, что похитили девочку Не надо, чтобы получилось, как? Нет, не бойся Десять лет прошло Я не повторю ошибок Ты как? Хорошо Дом хороший, тебе понравится Скучаю Я по тебе тоже ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Алло? Алло? Простите, я искала капитана Лакас Это мадам Вердье Если хотите, пришлю ее номер? Нет, нет Хотела узнать, есть ли новости К сожалению, пока новостей нет Ничего нет на этого Тореля? Ничего, что поможет найти Клое Послушайте Девочку ищут Как только что-то станет известно Я сразу позвоню Никакого прогресса нет? Нет Мадам Вердье, я думаю Сегодня вечером новостей не будет Я понимаю, что вы чувствуете Нет, вы не понимаете Нет Простите Я с ума схожу от ожидания телефонного звонка Я делаю все, что могу Это я вам гарантирую Простите, что я Побеспокоила вас в такой час Вы, наверное С семьей? Вы ничуть не помешали Спокойной ночи, капитан Спокойной ночи, мадам Вердье Спокойной ночи, капитан Один из наших проезжал и заметил Его прикрыли ветками, чтобы спрятать Торель бросил прицеп и поехал за Кразье и девочкой? Боялся, что его узнают Странно, что он бросил шар на обочине Не побоялся Мог бы оставить дома Подождите, тут следы Это машина Тореля Но была еще одна машина Был сообщник Кажется, тут он въезжал в лес Есть следы Сюда Продвинулись в поисках девочки? Обыскали дом Торелли, допросили его жену. Изучили список звонков и счета в банке. Ничего. Поиски идут? Несколько звонков, ничего стоящего. Надеюсь, моя находка вам поможет. У Торелли не было воды в легких, и все раны, связанные с падением, полученные после смерти. Авария-постановка? Я так думаю. Как его убили? Он умер от невыносимой боли. На ногах ожог четвертой степени. У него были два шунта, сердце долго не протянуло. Мы знаем, где это было. Насколько я помню, когда его нашли вчера, штаны были целы. Верно. Убийца надел их после того, как сжег ноги. Он хотел, чтобы мы сначала поверили в аварию. Или божественное вмешательство. Чудо и кара в Рокомадуре. Жертва воскресла, убийца принял кару. Кстати, о чуде. Я готов объяснить, как грозье воскрес, если хотите. Порошок на лице показал то же, что анализ крови. Тетра-дотоксин. Что это за вещество? Это яд. Замедляет жизненные функции и создает впечатление смерти. Его много в иглобрюхе. С его помощью жрецы Вуду зомбируют жертв. Знаете, как травят? Белым порошком? Бросают в лицо. Жертва вдыхает. Кто-то хотел зомбировать грозье? Нет, только имитировать смерть, зная, что он воскреснет. Создать чудо? Где продают порошок? В интернете запросто, но это лишь один компонент порошка. Замысловато придумано и много труда положено. Кто это сделал? Минуту. Да, Мартен, слушаю. Он звонит вам. Он мой подчиненный. По привычке, капитан, не обижайтесь. Да? Повторите. Медсестра нашла труп без четверти девять. Через двадцать минут после того, как подала завтрак. Смерть установили, ничего не трогали. Если позволите, я кое-что проверю. Только не спеши. Смешно. Ничего. Пульса нет. На сей раз сомнений нет. Жюльен Крозье бесспорно мертв. Чудо быстро закончилось. Проблема? У него что-то в глотке. Хлеб? Или сыр? Задохнулся за едой? Несчастный случай? Видимо, нет. Суд Божий настигнет творцов ложных чудес. Он вышел через служебный вход, снял блузу и бросился бегом на парковку. Это привлекло ваше внимание. Спешка? И татуировка. На предплечье. Я всех знаю, и ни у кого нет татуировок на предплечье. Вот это было странно. Какая татуировка? Как сказать, два черных силуэта, но такие... Можете нарисовать. Попробую. Вот. Спасибо. Кажется, черная дева. Кто? Говорят, что ее вылепил сам евангелист Лука, а святой Амадур привез с Востока. Почитание статуи продолжается сотни лет. Думаете, Жульена Кразье и Франсуа Торелли убили? Да. Откуда здесь кораблики? Это экс-вото. Подношение моряков, которых она спасла. Покровительница. Отец. Около трупа Кразье убийца оставил нам записку. Суд Божий настигнет творцов ложных чудес. Это вам о чем-то говорит? Творцы ложных чудес. Да, шарлатанов хотят бавлей. Но церковь всегда проводила тщательное расследование, прежде чем объявить события чудом. Поэтому говорят о диве Ракамадура. Так можно вести учет необъяснимым событиям, которые здесь происходят, не используя слово «чудо». Сюда. Ракамадур составлен из трех уровней, которые отражали три средневековых сословия. На вершине рыцари и замок. Отец. Месье Гранвиль. Здесь, в середине, священники и церковь. Там упомянут суд божий, да? Верно. Возможно, имеется в виду Ордалии. Ордалии? В средние века, чтобы определить вину или невиновность человека, его подвергали Ордалии, испытанию, исход которого решал Господь. Вариантов множество. Ордалия раскаленным железом, огнем, кипящей водой, ледяной. Ордалия огнем. Это что такое? Человек проходил через костер. Если ожога не было, невиновен. Это приговор, а не испытание? Жестокие времена. Торелли подвергли Ордалии огнем. А Жульена Крузье? Как он умер? Поперхнулся куском хлеба. Ордалия хлебом и сыром. Что это такое? Человека пичкали хлебом и сыром. Если задыхался, виновен. Хлеб и сыр. Странные инструменты испытания. Хотите, проверьте в интернете. Есть мнение, что так появилось выражение «стать поперек горла». Какой извращенный ум решил подвергнуть кого-то такой Ордалии сегодня? Он уверен, что жертвы заслуживают божественную кару. Да. Надо выяснить, за какой грех убийца решил их покарать. Добрый день. Простите, это вы занимаетесь исчезновением малышки Клоэ Крузье? Да, мы. Кто вы? Луи Ламбарден. Я могу вам помочь. У вас есть информация? Нет, я бы так не сказал. У меня с ней связь. В хороших условиях я смогу примерно указать, где она. Ради вас. Ради нее. Это ей нужна помощь, а не нам. Я хочу помочь. Почему вы думаете, что у вас с ней связь? Я ее видел мысленно. Мысленно. Во сне. Ну да. Она в темном месте, запертом. Недоступном, будто ее стерегут. Еще я видел цветы. Розы. Очень много роз. То есть она в саду? Нет, нет. Нет. Скорее узор, рисунок, просторная одежда. Свитер? Мы сейчас. Не уходите. Или похититель, или сообщник. Я слышала о нем. У него репутация целителя, борца с пожаром и колдуна. Не говорите, что вы в это верите. Жандармерия уже закрывала дела об исчезновении благодаря медиумам. Что предлагаете делать? Ладно. Как хотите. Месье Ломбарден, скажите, пожалуйста, какие именно условия помогут вам найти девочку? Подробная карта региона. Что-то из ее вещей. И теннисный мяч. И все? Идеально, если мы будем у нее дома в ее комнате. Это идеально. Ну, конечно. Хорошо. Вы ее нашли? Нет. Пока нет. Можно войти? Медики уверены. На сей раз проверили все, что можно. Ваш бывший муж умер. Мне очень жаль. Его обвинили в сотворении ложного чуда. Вам это что-то говорит? Может, это из-за рака? Исцеления? Мы изучаем эту версию. Но при чем тут Куэя? Зачем ее похищать? К сожалению, этого мы не знаем. Там мужчина. Не бойтесь, он с нами. Мадам Вердье, у нас к вам очень необычная просьба. Зачем это вам? Чтобы сосредоточиться. Отойдите немного, пожалуйста. Конечно. Месье? Да? Пожалуйста, отойдите как можно дальше. От вас сильные волны негатива. Делайте, как он сказал. Хорошо. Волны негатива. Думаете, он может помочь? Не знаю, но надо попробовать. Тихо. Вижу он. Вижу деревья. Какая-то стена. Руина. Скалы. Вот в этой точке сходятся энергии. Ушам не верю. Физически она не пострадала. Но я чувствую, что она боится. Не видит света дня. Она... Она... Она здесь. Надо искать здесь. Не слишком точное указание. Это не точная наука, капитан. Но она недалеко. Я чувствую присутствие. Он над нами издевается. Проявите терпение. Смотрите здесь. Видите? Вот стенка, о которой я говорил. Да, впечатляет. Здесь сотни таких стен. Или я ошибаюсь? Ничего, капитан. Не пора ли признаться, месье Лабарден? Мы все теряем время. Поверьте, она здесь. Почему собаки не чуют? Дель Круа. Ищи, ищи. Ищи, ищи. Есть след! Идем, капитан. Да, капитан. Идем. Ищи, ищи. Ищи. Молодец. Ищи, ищи, ищи. Ищи. Что-то есть. Ищи, ищи. Пальто, Клоэ. Пакет для улик, пожалуйста. Есть еще! Держите его. Я тут не причал. Что я сделал? Это благодарность за помощь? Я сам вызвался! Это не она. Если труп держали в кислоте, возможно? Как можно так поступить? Алло, ну как? Идем в кабинет. Крайне маловероятно, что это Клоэ. Что именно вы нашли? Скелет. Но его закопали задолго до похищения Клоэ. Но вы не уверены. Вероятность 99%. И 1%, что это моя внучка. Так? Месье Крэзье, лаборатория установит чей-то скелет, и маловероятно, что это Клоэ. Но пока результат не пришел, мы не можем ничего утверждать точно. Мне очень жаль. Не может быть. Не может быть. Я хочу адвоката. Он уже едет. А пока что закатайте рукав на правой руке. Что? Я ничего не сделаю без адвоката. Что вы делаете? Так нельзя! На помощь! На помощь! Что за церковь вы устроили? Дель Круа. Я уже объяснил, у меня с ней связь. А я вам не верю. Дель Круа, прекратите. Как вы узнали, что там скелет? Вам сказали, или вы его закопали? У вас очень узкий взгляд на реальность, капитан. Дель Круа довольна. Выйдем на пару минут. У вашего друга проблема? Помолчите. Понимаю, некоторым очень хочется врезать. Хватит. Я слишком большой для поучений. Криминалисты. Алло? Это не она. Кто? Скелет. Это не Клоя. Сомнений нет. Слава Богу. Коротко говоря, этот скелет похоронили как минимум 10 лет назад. В отличие от красного пальто, на нем нашли волосы Клоя Кразье. Пальто ее, скелет нет. Все правильно. То есть похититель Клоя знал об этом скелете? Может, он как-то связан со смертью? Вряд ли легко определить, кто это. Девочка. 10-12 лет. Ее звали Изабель Фурнель. Откуда ты знаешь имя? Брюки. Изнутри на бирке есть ее имя. Как будто ее собирали в летний лагерь. Понятно. Как ее убили? Не думаю, что ее убили. Смотрите. У нее много переломов. Пробита грудная клетка, как будто она пострадала от сильного удара. Или на нее что-то упало. Обломки при землетрясении. Что за история? Ваш друг Ломбарден должен им кое-что объяснить. Когда люди, живые или мертвые, находятся в уязвимом состоянии или крайнем горе, они вступают со мной в духовную связь. Так было с Клое? Да. Вот именно. Я хорошо принимаю подобные волны, как все медиумы. Как акула, которая чует кровь за несколько километров. Вы акула, а Клое истекает кровью. Это образ, который объясняет механизм, капитан. Разумеется. Если взять в руки личную вещь человека, вступившего в контакт, связь становится крепче и ее легче поддерживать, верно? Поэтому вы взяли куклу Клое, когда искали ее. Да, верно. Проблема в том, что скелет, которому вы нас привели через эту связь, это не Клое Крузье. Как вы это объясните? Мы касаемся сил, действия которых находятся вне нашего... Ваш клиент Шарлатан. Мы это знаем, вы и он тоже. Не будем терять время. Я задал вопрос. Как вы узнали, что там закопан скелет? Изабель Фурнель, знакомое имя? Девочка лет 10-12. Это ее скелет мы обнаружили. Обычно, когда труп закапывают в диком месте, хотят скрыть убийство. Вы ее убили. Я никого не убивал. Только помогли похоронить? Никогда в жизни. Так откуда вы узнали? Мэтр, объясните ему, что его обвинят в сокрытии трупа и пособничестве убийству, если он будет упираться. Месье Ламбарден, в ваших интересах сказать правду. Он мне заплатил. За что вам заплатили? Чтобы я привел вас туда сегодня. Мужчина сказал, что там малышка Кразье, и что так можно ее спасти. Как он выглядит? Не знаю. Мы говорили по телефону. Вы сказали, что надо было привезти нас туда сегодня. Именно сегодня, не в другой день? Именно сегодня. Я решил, что это похититель, и он раскаялся. Поэтому согласился. Ради девочки. Да, добрый шамаритянин. Предпочтение? Черный, без шахара. Кнопка. Спасибо. Вы ему верите? Про звонок. Скорее нет. А вы? Мне нужны факты, капитан. Я не люблю, когда меня заставляют верить, особенно, когда на кону жизнь девочки. Я все сделаю, чтобы ее найти. Эрик Дурдон пропал в феврале 2000-го. Две с половиной недели я рыла землю. Он мне снился. Через 17 дней вышла на подозреваемого. Антуан Радистини. Я знала, что он держал мальчика в маленьком домике в лесу. Было 3 часа утра, и я поехала одна. Не хотела ждать. Но Радистини меня обманул и бежал с ребенком. Они испарились. Их больше не видели. Такое не забудешь. Тогда я поклялась не вкладывать душу в дело. Легко сказать. Если бы я сохранила хладнокровие, отстраненность, все сделали бы по правилам, и малыш Эрик Дурдон был бы дома. Вы этого не знаете? О пропаже Изабель Фурнель сообщили 10 ноября 1998 года. Дело из архива. Есть адрес родителей? Момент. Стоп. Ноябрь 98-го, да? Верно. Какое сегодня число? Четвертое. А что? Ломбарден сказал, что должен был привести нас к скелету именно сегодня. День в день 16 лет, с тех пор, как обрушилась школа в Карлюньяке, где была моя дочь, я рассказывала. Думаете, Изабель погибла под обломками? Но ведь жертв не было. Может, власти соврали. Она умерла из-за обрушения, поэтому столько переломов. Но людям сообщили, что никто не пострадал. Ложное чудо, о котором говорил убийца. А через неделю сделали вид, что она исчезла без следа. Нашел. Она из приемной семьи. Марии Франсуа Торель. Почему вы не рассказали об исчезновении Изабель Фурнель? Изабель Фурнель? Она связана с убийством моего мужа? В этом нет сомнений. Прошло столько лет. Исчезновение маленькой девочки оставляет след на всю жизнь, даже в приемной семье. Да, конечно. Но у нас было много детей, много проблем, побегов. Только она не сбежала. Мы нашли ее труп. Его закопали в горах. Какой ужас. Расскажите, как вы узнали о ее исчезновении? Не я, мой муж. Я была еще в больнице после той аварии. Что он сказал о ее исчезновении? Что однажды утром она не вышла к завтраку, наверное, сбежала ночью. Исчезли почти все ее вещи, и мы решили, что это побег. Ночь с 9 на 10 ноября. Через несколько дней после обрушения школы 4 числа. Да, чудо Корлюньяка. Верно. Вы видели, Изабель в дни между обрушением и побегом. Она навещала вас в больнице? Нет, мы не успели толком познакомиться. Она приехала, когда учеба уже началась, и вскоре я попала в больницу. У вас тогда жили другие дети? Других уже не было. После аварии соцслужба всех переселила. Изабель осталась последняя. Вы сказали, что Изабель забрала большую часть вещей, но что-то осталось? Мы сохранили все вещи. Всех детей, что у нас жили. Вот. Сюда. Да. Сейчас. Должна быть где-то здесь. Это нашли под кроватью после ее исчезновения. Изабель Фурнель. Вижу. Ее родители были живы? Нет, насколько я помню. Они погибли в дорожной аварии. Это она? Да. Все хорошо, капитан? Да. Здесь плохой воздуховод. Хотите выйти? Нет. Все хорошо, спасибо. Позвольте. Кто это? Это ее брат Марк. Вам и правда нехорошо. Почему вы не сказали, что у нее был брат? Просто забыла. Он к нам не заходил. Ему было, я думаю, лет 17-18. Матрос, и когда исчезла сестра, был где-то на другом конце планеты. Это черная дева, да? Защитница моряков. Ориентировку разослали. Вам лучше? Да, спасибо. Значит, Марк Фурнель мстит за сестру. Несколько лет он не знал, что с ней случилось. Может быть, верил, что она жива, а потом каким-то образом узнал правду. Чудо Корлюньяка не было. Изабель погибла при обрушении школы. Он решил отомстить виновным, которые скрыли тело. Среди них были Торель и Крузье. Понятно, почему он подстроил аварию Тореля и воскрешение Крузье как божественное вмешательство. Чтобы на следующий день стало ясно, что чуда не было. Как в Корлюньяке. Ордалий – знак божественной воли. В его глазах лучшая кара творцам ложных чудес. Обманули Бога и погибли от его длани. Я не понимаю, почему никто не искал Изабель? Как можно скрыть гибель ребенка в школе? Не знаю. Она приехала, когда учеба уже началась. Не успела ни с кем подружиться. Моя дочь была ее ровесницей, она не упоминала Изабель. Допустим, Изабель была стеснительна. И на минуту о ней могли забыть, но они могли не вспомнить хотя бы учителя. Вы не представляете, какой это был кошмар. Суета, паника родителей. А потом, как будто не выдержав, вышло солнце. Осветило руины. Спасатели сдвинули плиту, и дети вышли к нам. Все дети вышли. Почти все. После ужаса у нас, как будто гора с плеч упала. Все хотели верить в чудо Дель Круа. Никто не хотел думать о дурном. Но кто-то столкнулся с дурной вестью. Надо найти спасателей. Кто был при школе? Стоп, Кразье. Жерар Кразье тогда был мэром Корлюньяка. Он был на месте. Красивые цветы. Хотите посадить при отеле? Они ушли и оставили свет? Капитан! Капитан! Это за домом. Стой или стреляю. Займитесь, Кразье. Займитесь, Кразье. Займитесь, К nazй! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 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 ТРЕВО youngsters are home andトě� обрушилась. Не шанса спастись. Когда вы поняли, что выжили не все ученики? Когда заявился Торель. Он не сразу узнал о катастрофе. Сидел у койки жены в больнице. Он приехал и спросил, где Изабель. Поймите, в тот момент прошло уже 20 часов, и все телеканалы трубили о чуде Карлиньяка. Дети вышли невредимые. Поэтому решили ничего не говорить. Мы верили, что найдем девочку живой. Но не нашли. И вы решили скрыть гибель ученицы, а не признать правду. Вы редкий мерзавец. Вы сразу поняли, что смерть сына и исчезновение внучки связаны с Изабель Фурнель, и ничего не сказали. Не помогли найти Клоэ. Кто знал? Мой сын. Пожарный доброволец. Торель. Учитель месье Бенуа и шеф спасателей Морис Карли. Почему они согласились врать? Морис отвечал за крепость постройки. Это его ответственность. А Бенуа, потому что запрещено оставлять учеников без присмотра. Они боялись, что придется отвечать. И вы сохранили историю о чуде Карлиньяка во имя прибыли своих отелей и ресторанов. Туристы стекались толпами. А Торель? Муж ему заплатил и велел подать заявление об исчезновении. У нее не было семьи. Никто не пострадал. Ее брат с вами не согласится. Надо найти спасателей и учителя, пока Фурнель до них не добрался. Карли умер от инфаркта пять лет назад. Остается Бенуа. Это Мартан? Да. Мартан! Капитан! Обеспечьте охрану Крузье, круглосуточную. Понятно? Будет исполнено. Спасибо. Я его чуть не схватила. Вы сделали, что могли. Не надо себя винить. У вас было бы больше шансов его догнать. Клоэ была бы в объятиях матери. Стоп. У меня было не больше шансов, чем у вас. Вы правильно решили. Ублюдка спасли, а Клоэ где-то страдает. Нет, я решила неправильно. Капитан, вы советовали мне не вкладывать душу в дело. Последуйте своему совету. Согласны? КОНЕЦ 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Чёрный без сахара, да? Спасибо. Который час? Без четверти семь. Есть информация об учителе. И? После обрушения школы он перевёлся подальше, в Гваделупу. И год назад погиб случайно, на корабле. В Гваделупе? Я вчера звонил другу, который работает во флотском архиве. Он сказал, что Фурнель переехал туда в 98-м году и уехал год назад. Угадайте, куда было последнее плавание? Антильский. Там он встретил месье Бенуа. Да, и проходил Гаити, где практикуют вуду. Там услышал о тетрадо. Да что такое? В деле отмечено, что он склонен к насилию. Психологически нестабилен. Прошу. Спасибо. А фотографий друг не прислал? Должен отправить сегодня утром. Это экскурсовод. Мы его видели у отца Буске. Гранвиль. Приехал в Ракомадур около года назад. Заходим. Жандармерия! Не двигаться! Всем стоять на месте! Жандармерия! Жандармерия! Чисто! 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 Его нет. Дом пуст. Заходите. Спасибо. Чудо Рокомадура. Пропала девочка. Крузье. Мэр и бизнесмен. Кも! Коммен�이고. Комменordre. Как обычный «рактор». Легон 없. Комменlee. Коммендик. Коммендик. Мэр в сняму. Коммендик. 正好听. Коммендик. Коммендик. Его нет. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Мартен! Капитан! Обыщите всё. Надо понять, где девочка. Хорошо. Вы в этой комнате, а вы в коридоре и дальше. Документы забрали на анализ, но ничего нового не нашли. Понятно. Чем мы ближе, тем он дальше. Как правильно сказать? Здравствуйте, капитан. Здравствуйте, капитаны. Фурнель. Вы чуть меня не взяли. Значит, всё уже поняли. Где она? Со мной, конечно. Она не виновата в том, что произошло 17 лет назад. Невинная девочка, как ваша сестра тогда. Это правда. Я готов её освободить. Обменять на крозье. Вы поставили охрану. Своими силами я не справлюсь. Вы понимаете, что это невозможно? Решать вам. Вот я решил действовать. Могли бы подать в суд. Победа была бы за вами. Не получил бы такого удовлетворения. Крозье должен заплатить и заплатит, так или иначе. Или отдаст жизнь, или будет оплакивать внучку до конца своих дней. Послушайте, Фурнель. Приведите мне его в полночь в пещеру по Дирак. Не придёте, я её убью. Придёте с подкреплением, я её убью. Помешайте мне, никогда её не найдёте. Фурнель! Надо найти её сегодня же. А пока никому ни слова. Да? Мы знаем, что будет с Крозье в пещере. И что будет с Клое? Нельзя. Это пособничество в убийстве. В каком именно? Крозье или Клое? Мне тоже это не по нраву. Давайте не будем ничего решать. До вечера. Мы всё перерыли. Даже бумажки, на которых могли быть заметки, но нет никаких указаний, где он прячет Клое. Звоните домой, предупредите, что сегодня не придёте. Начинаем всё сначала. Надо перебрать все детали, все улики, всё, что у нас есть. На всё посмотреть ещё раз. Он не мог не ошибиться. Надо найти ошибку. Погнали. Дель Кроа, это ничего не даст. Вы сами знаете, только испортите себе репутацию. Да мне плевать, если мы спасём девочку. А мы едем к Крозье. Речь о его внучке он имеет право знать. Теперь на моей машине. Капитан, там скандал. Успокойтесь, Валери. Вы понимаете, что натворили? Какая мерзость! Вы, конечно, правы. Но прошло 16 лет. Что я теперь должен сказать? Меня от вас тошнит. Её нашли? Пока нет, мадам Верди. Не понимаю. Вы знаете, кто её похитил? Так почему столько времени? Он сбежал из дома и забрал Клоя. Куда забрал? Вы понимаете, что он убийца? Что он сделал с Жильеном и едва не утопил его отца? Валерии, с ними бесполезно разговаривать. Во всём вы виноваты. Помолчите. Мы делаем всё, что можем. Я хочу вернуть дочь. Валерии. Валерии, послушайте. Валерии. Нам надо поговорить. Возможно, ваша жена займётся мадам Верди. Она ушла. Переехала к брату сразу после вчерашнего разговора. Понимаю. Мадам Верди, вас отвезут домой. У нас разговор к вашему свёкру. О чём вы хотите с ним говорить? Прошу вас. Почему я должна уйти? Доверьтесь нам. Готье? Отвезите мадам домой. Мы с капитаном Лакас дождёмся вашего возвращения. Слушаюсь, капитан. Мадам Верди? Валерии. Фурнель хочет, чтобы мы отвезли вас в полночь в Подирак. Мы думаем, что он хочет сбежать по пещерам. Вам решать, месье Крузье. Это последний шанс найти Клоя живой. Делайте, что он скажет. Мы его нейтрализуем. Он скажет, где она и конец. Я дал бы всё, чтобы спасти Клоя. Есть гарантия, что он сдержит слово? Никакой. Прокурор знает? Он разрешил рискнуть моей жизнью? Он не знает, что мы говорили с Фурнелем. Тогда зачем этот разговор? Если вы готовы поехать, мы с вами. Не рискуйте карьерой. Я с завтрашнего дня на пенсии. Я не допущу ошибок. Как именно вы хотите всё сделать? Мы пойдём за вами и вмешаемся при малейшей опасности. Вы это спецназ, да? Фурнел любьёт Клоя, если мы их приведём. Только мы двое. Самоубийство. Слишком опасно. Вы понимаете, чем рискуете, если не пойдёте? Да, капитан. Но речь о моей жизни. Я жизни Клоя. По вашей вине умер её отец. Её похитили. Не хотите искупить вину? Отдавшись убийце? Нет, спасибо. Потому что ваша жизнь ценнее. Дель Круа, успокойтесь. Он согласен с тем, чтобы никогда её не увидеть. Не хочет даже попытаться её спасти. Вы человек или кто? Вы переходите границы. Что вы делаете? Пустите меня. Отвезу его в подирак. Вы со мной? Угомоните его. Едем? Так нельзя. Да, я за вами. Так нельзя! Это ещё что? Не даю вам совершить большую ошибку. Хорошо, что вы здесь. Ваш коллега-псих. Софи, это последний шанс спасти Клоя. Идём. Что? Вперёд, в вашу машину. Софи! Софи! Проклятие! Он меня убьёт. Сбежит, и вы никогда не найдёте Клоя. Я не дам ему вас убить. Лучше бы ваш коллега был с нами. Вдвоём вы бы меня защитили. Не стоит втягивать в это дело Дель Круа. Вперёд! Вниз. Чёрт! Не шевелитесь. Я слышал шум. Вперёд! 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 Скорее. Вы знали, что это место называют пучиной дьявола? Сюда он тащил души проклятых. Ваша душа заслуживает проклятия, миссия Крозье? Да пошел ты! Фурнель, где Клоэ? Капитан, как кстати вы очнулись. Ордалия ледяной водой на сей раз до конца. Фурнель, вы обещали освободить Клоэ? Все в свое время. Нет, Фурнель, подождите. Как вы узнали, что произошло с вашей сестрой? Как вы узнали, что она не сбежала? Расскажите. Случайно наткнулся на ее учителя, миссия Бенуа, в баре у портовой лестницы в Гуаделупе. Ему было плохо, он ненавидел себя. Я сразу понял, что он что-то скрывает. Три кружки пива, и он признался. Бывают такие случайности? Не думаю. Это знак. Кто-то свыше желал, чтобы я свершил справедливость. Вы его убили. И вернулся в Ракомадур за остальными. Нет! Он мразь. Ее бросали всю жизнь. Нельзя просто стереть ее с лица земли. Маленькую девочку. Вот упертый гад. Не надо, Фурнель. Убив его, вы не вернете сестру. Пусти его. Пусти, или я стреляю. Что-то вам плохо, капитан. Дель Круа. Дель Круа, успокойтесь. Этой пещере сотни лет. Вы клаустрофов? Боитесь тон скалы над головой? Дель Круа, дышите. Дышите медленно. Вытащите его из воды. И правда страшно, когда сидишь в глубоких коридорах под землей. Каждый год здесь проходят тысячи туристов. Ничего не обрушится. Стреляйте. От ваших выстрелов дрожат сталактиты. Я сам видел. Он врет. Стреляйте. Даже потолок посыпался. Успокойтесь и стреляйте. Что за звук? Трескается? Следите за дыханием и стреляйте. Здесь и правда тяжело дышать. Стреляйте, Бога ради. По-моему... Ненавижу пещеры. Браво. Из-за вас меня чуть не убили, и мою внучку никогда не найдут. Вы и правда говнюк. Смотрите. Чего вы ждете? Снимите с меня эту дрянь! Нет. Не подходит. Фурнель должен был обменять Клоя на Крузье. Это ключ от места, где он ее прячет. Так ищите дверь под этот ключ, идиоты. Я знаю, кто нам поможет. Пойдем отсюда. Согласен. Вы же не оставите меня здесь. Мы вызовем спасателей. Не могу поверить. Я сам его нанял. Такой вежливый, умный, воспитанный. Туристы его обожали. Не расстраивайтесь, отец. Психопаты – прекрасные манипуляторы. Тут ключи от Ракомадура. Если ваш открывает какой-то наш зал, мы это выясним. Покажите. Покажите. Спасибо. Это рядом, за дверью. В этот подвал никогда не ходят. Лучше вы останетесь здесь. Клоэ? 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 Я здесь! Клоэ! Сюда! Пожалуйста! Клоэ? Сюда! Сюда! Пожалуйста! Я здесь! Все кончилось. Уже все. Все кончилось, Клоэ. Как ты? Цела? Все. Идем к маме. Вы как, Дель Круа? Нормально, а? А что? Жду вас наверху. Мама! 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 Что вы устроили в Падираке? Джерар Кразье заявил, что вы его сдали убийце. Подвергать опасности жизни человека – грубое нарушение для жандарма. Полностью моя вина, господин прокурор. Я понимала, что ни капитан Дель Круани, вы не согласитесь на такой риск, и решила действовать одна. Вы были против плана? Поэтому я его нейтрализовала. Пусть он ответит сам. Послушайте, Клоэ нашлась. Кразье спасен, убийца больше не опасен. В чем проблема? Скажу честно, господин прокурор, если бы капитан Лакас меня не пристегнула… Наказать следует только меня. Вы и сами понимаете. А вы уходите на пенсию. Как кстати. Я уже на пенсии, строго говоря. Это правда? Да. Поздравляю, капитан. Спасибо, капитан. Вы поступили бы точно так же, правда? Правильно вы ему соврали. Не все ваши методы мне нравятся, но было бы жаль, если бы вас уволили. Вас будет не хватать, капитан. А я рада начать новую жизнь. Простите. Как раз вовремя. Да, милый, пару секунд. Вы станете прекрасным начальником, Александр. Только не забывайте себя беречь. Спасибо. Да. Приглашаю тебя на завтрак. Нет, я. Я угощаю. Да. Договорились. В фильме снимались Клементин Целари, Грегори Деранжер, Геэль Бонна, Стив Кальфа. Автор сценария и режиссер Леонель Байон. На русский язык фильм озвучен по заказу телеагентства «Русский репортаж». Русский репортаж 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 «Русский репортаж». Продолжение следует...